Информационный портал «Права Метру» продолжает видеоконференции июня 2018 года. С удовольствием представляю наших участников. Они вам известны. Дмитрий Гаганов, юрист в сфере медицинской юриспруденции из Санкт-Петербурга. Дмитрий, приветствую вас из столицы, в общем-то, нашего чемпионата мира по футболу в том числе. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Игорь. Очень рад вместе с вами участвовать в данной видеоконференции. Вам тоже футбольный привет от нашего стадиона. Спасибо за футбольный привет. Вот адресую его Игорю Васильеву, децентру кафедры общественного здоровья и общественного здравоохранения Новосибирского государственного медицинского университета. К сожалению, чемпионат мира в Новосибирске не проходит, но тем не менее, я Игоря также рад видеть. Я рад вас видеть, Алексей. Всех с футбольным праздником. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые зрители. От футбольного праздника, который действительно праздник, перемещаемся к нашим профессиональным темам, которые мы обсуждаем в рамках нашей видеоконференции. А у нас сегодня по счету 96-я видеоконференция и 16-е с начала года. Тема, как всегда, актуальная. Будет ли вменена каждому врачу лицензия на медицинскую деятельность? Это тема нашей видеоконференции. Что явилось информационным поводом для ее проведения? Дело в том, что в Воронежском государственном медицинском университете на конференции, посвященной 70-летию кафедры детской хирургии 8 июня, выступил глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Среди прочего, в его речи прозвучало о том, что Комитет Государственной Думы работает над введением обязательного лицензирования врачебной деятельности. Дмитрий Морозов считает, что, став носителем лицензии, врач станет субъектом права. Я полагаю, не совсем правильная формулировка, потому что предполагала, станет субъектом гражданско-правых отношений, гражданско-правовой ответственности. И вообще, Дмитрий Морозов считает, что у нас понятия врач в законодательстве отсутствует, есть понятие медицинский работник, который ведет свою деятельность в определенном медицинском здании помещения. Свои действия должен согласовывать с главным врачом этого имущественного комплекса. Я полагаю, что господин Морозов подразумевает следующее в рамках лицензирования деятельности врача. Врач будет вступать в договорные отношения с медицинской организацией по предоставлению какого-то кабинетика, отвечающего установленным требованиям. После этого будет получать лицензию. И вступать в договорные отношения с страховой медицинской организацией по оплате медицинских услуг в пользу третьих лиц, именно застракованных. Осуществив медицинскую деятельность в рамках оказанных медицинских услуг, врач получает от страховой компании денежные средства, частью делится с собственником имущественного комплекса, с медицинским учреждением. Ну а после этого у него остается валовый доход, который, по-видимому, будет облагаться налогом. И после отчисления в доход государства у врача появится свой чистый доход. Таким образом, и субъекты трудовых правоотношений, в которых сейчас находится врач в рамках взаимоотношений с медицинской организацией, он превратится в субъекты гражданско-правых отношений, где будет он оказывать определенные услуги в рамках отношений с медицинской организацией и с пациентом, который будет в рамках его проблем давать возможность врачу зарабатывать деньги в рамках гражданско-правых отношений. Это мое краткое вступление к теме видеоконференции. А теперь переходим к тем вопросам, которые я вынес на видеоконференцию. Дожидаемся появления Игоря Васильева. Я думаю, что он сейчас проявляется. Но в любом случае я предлагаю начать обсуждение. И первым предлагаю слово Дмитрию Гаганову. Дмитрий, ваши взгляды, доводы – это с какого такого основания появилась инициатива по обязательному лицензированию деятельности врачей? Пожалуйста, изложите ваши причины таких инициатив со стороны Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Ждем ваше мнение. Благодарю вас. Ну, это связано с законопроектом о клинических рекомендациях, которые рассматриваются в Государственной Думе, о внесении изменений в 323 ФЗ. И еще о нескольких законопроектах в сфере медицинской юриспруденции, которая в Госдуме сейчас рассматривается. И, как я вижу, что введение лицензирования физического лица, ну, с точки зрения, если публичного права на это посмотреть, подчеркиваю, что не гражданского, а публичного права, мне кажется, что это часть новой системы вообще по управлению, что называется, деятельностью в данном направлении. Вот что я хотел бы сказать. И подчеркну, что на сегодняшний день лицензирование физического лица это очень редкий процесс, очень редкое лицензионное производство в нашей стране. И из того, что я просмотрел, это касается установки и обслуживания средств негласного наблюдения. Есть лицензия, которая выдается физическим лицам. Но в нашем случае, как я предполагаю, сам объем лицензии будет привязан к порядкам оказания медицинской помощи по профилям. Это раз. И второе, станет частью вот этой системы, которая сейчас структурируется через введение законопроекта. На одной из видеоконференций вы поднимали этот вопрос. Будет система, что порядок оказания, установится место стандарта, и еще появится такое понятие, как протокол введения пациента. Это вот, как мне кажется, именно и внешнее выражение лицензированной деятельности будет. То есть, резюмирую, это часть системы более жесткого административно-правового контроля над деятельностью врача. Подчеркиваю, врача, скорее всего, будет в правовое поле введено это понятие. Как правильно заметил Морозов, на настоящий момент есть только понятие «медицинский работник». Он как бы часть системы, часть юридического лица, который получил лицензию. А я закончил. Ваши доводы понятные. А что скажет Игорь Васильев? Какие причины такой законодательной, незаконодательной, а вообще инициативы Комитета Государственной Думы по охране здоровья, лицензирования деятельности врачей? Почему? Значит, я посмотрел, на самом деле, вот это выступление, по ссылочке посмотрел, что он говорил. И, собственно говоря, я там не увидел того, что вы нам сейчас продемонстрировали. Значит, на самом деле, вы продемонстрировали логику, в которой работает американская система здравоохранения, где действительно существует подобная гражданско-правовая конструкция. То, что касается причин, мне почему-то, я вот выступление почитал, мне вспомнился миниатюра Райкина, Аркадия. Если вы помните, там что-то там про конференцию, когда-то встает последняя, говорит, слушал я здесь, слушал, сидел я здесь, сидел и понял, ну и дураки же вы все. То есть вот у меня почему-то вот эта ассоциация пришла, потому что в том выступлении говорится о том, что предыдущая Дума, которая предыдущего созыва, там не было врачей, поэтому никто не мог толком регулировать, значит, медицину и врачебную деятельность. А вот сейчас это вот, вот этот созыв, сейчас он все и здесь сделает нормально. Меня от этого немножко, честно говоря, боязно. Дело в том, что на самом деле вот подобные слова, которые произносятся о том, что врач станет субъектом права, как правило, увязываются с тем, что врач должен нести гражданско-правовую ответственность. И достаточно серьезные лобби, которые, значит, составляют главные врачи, и с ними при общении они говорят, ну почему врач косячит, а я должен за него деньги платить. Значит, вот эта конструкция, она на самом деле достаточно интенсивно продвигается, и я думаю, что это ветер в те же паруса. Дело в том, что само по себе вот это вот введение института лицензирования врачебной деятельности, оно не то, что редкое, оно противоречит в том числе и закону о лицензировании, потому что лицензируются организации, в том числе организации должны отвечать не только, значит, профессионально обладать навыками, но и иметь помещение, значит, там оборудование, прочее, прочее и так далее. И вообще, по большому счету, в российской, скажем так, ментальности врачебной у нас юридическое лицо оказывает помощь, потому что именно вся больница действует как один субъект, то есть это коллективный субъект, а врач, он выполняет трудовые функции. Поэтому, на самом деле, наверное, можно пойти по этому пути, который указывает нам товарищ Морозов, но тогда надо привыкнуть к тому, что главный врач у нас будет ходить как простой инженер, понимаете, так же ссылаясь на того же Райкина. Я не знаю, вот есть у меня большие опасения по поводу реальности и возможности внедрения этой модели. Игорь, я правильно понял, что вы причину видите в лоббировании руководителей медицинских организаций. Врач косячит, почему юридическое лицо должно отвечать? Вы совершенно верно в лоббили суть моего длинного выступления, Алексей. Благодарю. Итак, две версии от Дмитрия Гаганова. Это верховенство клинических рекомендаций протоколов лечения и ужесточение требований к медицинским работникам. Вторая версия – лоббирование интересов. У меня, коллеги, несколько иная точка зрения, иная версия. У нас Центр законодательной инициативы, это же государство, да, прежде всего Минздрав России. Ну и второй, теоретически, это Государственная Дума. Мне представляется, что господин Морозов, он 71-го года рождения, ему сейчас 47 лет. Возможно, в его мыслительной деятельности возникли некие иные векторы развития здравоохранения, отличные от того, что видится в рамках идеологии со стороны Минздрава России. И инициатива по превращению врача в субъекты гражданско-правых отношений, в общем-то, связана с новым менталитетом руководителя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, которая идет в разрез с той парадигмы, которая идет от госпожи Скворцовой. Трехуровневая система здравоохранения, во главе угла, конечно же, бюджетные учреждения здравоохранения. Итак, представим, что все-таки изменения произошли. И даст ли какие-то преимущества с точки зрения мотивации деятельности врача на улучшение надлежащего качества и безопасности медицинской деятельности? Если врач станет субъектом гражданско-правых отношений, потому что если изменения вносятся, значит, они должны производиться не ради изменений как таковых, а тех результатов, которые должны дать изменения. Поэтому выясним у участников видеоконференции. Начнем у Игоря Васильева. Игорь, ваш прогноз. Насколько это может повлиять на мотивацию врача к надлежащему качеству и безопасности медицинской деятельности? Алексей, вопрос. Мне кажется, он преждевременный, потому что я не думаю, что все-таки у нас пойдут на это. Хотя я не помню, кто из великих сказал, что что такое наведение порядка. Это проведение порядочной действительности в соответствии с бардаком в собственной голове. Дело в том, что, вот вы себе представьте, у нас на сегодняшний день все взаимоотношения простроены, исходя из того, что врач является субъектом трудового права. Что он субъектом права не является, это нонсенс, потому что у меня в дипломе написано врач, а этот диплом имеет юридическую силу. Значит, но дело-то в том, что для того, чтобы вновь наладить какие-то связи, допустим, ну вы понимаете, вот допустим, есть хирург, получил он лицензию, но он не может работать без анестезиолога, без медицинской сестры, он не может работать без ремонтика там наркозного аппарата, он, соответственно, должен становиться субъектом гражданского права, он должен вступать в договорные отношения. Они не могут договор с пациентом заключить. Один, единственный, да? А теперь придется это все перестраивать. Я не знаю, может быть, сама система, наверное, более справедливая, потому что врач в этом случае получал бы больше, если бы он занимался деятельностью самостоятельно. Но сам переход на эту систему, он будет невыносимо затратный и приведет к такому бардаку, который на самом деле развалит оставшуюся нашу систему здравоохранения. Мне кажется, категорически этого делать нельзя. Фактически вы начали уже отвечать по третьему вопросу. Давайте все-таки выясним по второму. Я думаю, что лучше не будет. Вот краткий конкретный ответ по существу. Дмитрий. Я вам благодарю. Алексей, исходя из своей позиции административиста, хотел бы с вами резко не согласиться, что это субъект гражданско-правых отношений. В данном случае я прослеживаю следующее. Становится субъектом административно-деликтной ответственности. То есть ответственности по КАПу, если сказать еще более узко, это ответственность за нарушение лицензионных требований. Туда привязывает физическое лицо врача. Связано это с тем, что формально у медицинской организации есть право на регрессный иск, но оно им редко пользуется. И, как посчитали в Комитете по здравоохранению, что систему надо менять. То есть у нас в данном случае у юридического лица будет та самая классическая лицензия по 99 ОЛЗ. А у врача, как физического лица, будет лицензия на деятельность, а не на помещение. То есть тут будет система двух лицензий. Соответственно, вместо того, чтобы вводить целый раздел в КАП относительно медицинской деятельности, специальной, отдельной, я думаю, что юристы из этого комитета будут формировать систему, связанную с нарушением лицензионных требований. И идти вообще от этого. Как мне кажется. Соответственно, вся система изменится. Преобладать будут как раз административно-правовые отношения. В данном случае. Ну а что касается помещения, как я сказал выше, я вижу, что здесь будет лицензия на деятельность. Но она как раз будет связана вот с этой упорядоченной системой требований иерархии, что называется, актов медицинской юриспруденции и иерархии норм. Вот что хотел бы сказать. А как это повлияет на качество и безопасность медицинской деятельности? Очень сильно повлияет. Вообще другая система будет. Она не будет похожа на эту. То есть тут один субъект административно-правовых отношений, и юрлицо – субъект административно-правовых отношений. Распределение деликтной ответственности между ними будет другое, более другое. Я понял, что качество и безопасность медицинской деятельности улучшатся. Да, я считаю, что улучшатся. Система будет просто другая. Игорь, дополнение? Я, честно говоря, категорически резко… Я не знаю, я такой схемы… Может быть, что-то в этом есть, надо подумать. Я категорически, совершенно верно вы, Дмитрий, заметили о том, что если у медучреждения есть право на регрессный иск, но на сегодняшний день по Трудовому кодексу она ограничивается с суммой среднего месячного заработка. Система статья 242, если я не ошибаюсь, Трудового кодекса говорит о том, что в случае, если лицо совершило проступок административным и этим причинило его ущерб организации, то тогда с него можно взыскать полную сумму. Соответственно, если вы говорите, что это все ложится в административную схему, то получается, что так или иначе через заднее крыльцо врача начинают взыскывать деликт в полном объеме. И, соответственно, в данном случае деньги получает, хозяйствует, деятельностью занимается субъект, юридическое лицо, а отвечает за все физическое лицо. Это приведет к такой катастрофе, что врачи не пойдет работа. Коллега, я хотел бы заметить, что вы гражданско-правовой деликт и административно-правовой деликт в рамках, например, административного производства смешиваете. Это разные вещи. Дело в том, что санкционная часть статьи КАПИ, она же фиксирована. Там есть, конечно, так называемая вилка. Но я думаю, что здесь нет того самого деликта, который оценивает суд в рамках защиты прав потребителей. А что касается судов, которые будут идти, думаю, что ответчиком будет юрлицо, а вот врач третьим лицом, причем с указанием лицензии. Насколько будет использоваться преюдиция после производства по делу об административном правонарушении в гражданском суде? Это другой вопрос. Вы правильно обратили на это внимание? Но я думаю, что там будет еще и такая санкция, как приостановление деятельности, приостановление лицензии, либо прекращение лицензии, что очень, что называется, сильно появляется правовое отношение. Уже уходим в частности вне рамок темы конференции обозначенных вопросов. Моя позиция по поводу качества. Частное подворье на земле обрабатывается, как правило, гораздо лучше, чем колхозное поле. Если данные доводы найдут свое применение и использование в рамках мотивации врача именно такой частной деятельности, по идее, должно быть резкое воздействие на качество безопасности, медицинской помощи. Как оно будет на самом деле, одному Господу Богу известно. И даже, думаю, Дмитрий Морозов не может однозначно утверждать, что станет лучше. Плюс будут ли желающие идти именно по такому, как и частно практикующего врача. Хотя в Украине, я в Крыму читал семинары, там очень много стоматологов именно обладали данным статусом. И для них был нонсис, что нужно организовывать юридические лица. Третий вопрос видеоконференции, по которому фактически уже начал отвечать Игорь Васильев. Мы с вами знаем, что до конца октября Мездрав должен выдать на гора новый проект, национальный проект по здравоохранению, а так как Дмитрий Морозов все-таки не последнее лицо в иерархии законодателей, можем ли мы рассчитывать, что вот эта инициатива, которую он озвучил, будет реализована в рамках национального проекта по здравоохранению. Игорь, вы начали отвечать. Продолжайте. Ну, я бы сказал, не дай бог, значит, мне кажется, что скорее нет, потому что, ну, на самом деле, хотелок может быть много, если это, у нас могут, знаете, как сделать, вот была у нас сертификация, потом стала аккредитация, ну, назовут сейчас лицензирование, и при этом суть понятия, ну, тогда ладно, то, что вы заранили, то есть превращать, значит, врача в субъект, будь то административная ответственность за лечение, будь то, значит, гражданская тем паче правовая ответственность, а это понятие, в принципе, идентичное, я на этом буду настаивать, исходя из судового кодекса, то здесь идет такое переключение, то получается, что это может привести к достаточно серьезным, я бы не побоюсь, в пролонгированном смысле катастрофическим последствиям, потому что, причем и для пациентов, и для врачей, потому что, если врач начнет платить за деликты, да, за гражданско-правовые, во-первых, пациенты никогда не возместят свой вред, а врачи будут работать за бесплатно, либо они станут действительно с субъектами гражданской правовой деятельности, тогда полный переход, но это достаточно длительная перспектива, я думаю, нет. Дмитрий, ваше мнение? Я думаю, да, и причем очень быстро, как раз, мне кажется, это будет преобразование, трансформация механизма направления на внеочередную аккредитацию, что именно вот эта процедура будет привязана к деятельности лицензиара, лицензирующего органа, именно в этих рамках будет реализировано. Что касается деликт, ну, с коллегой я опять не соглашусь, потому что административно-деликтные отношения и трудовые, они разные по своей правовой природе. Это раз. Второе, хотел бы сказать, что суммы штрафов, либо иные административные санкции, либо административно-принудительные меры, как раз будут фиксированы. Мне кажется, в какой-то мере и благо для врача. Навешивать на него в полной мере деликт и миллионы по моральной ответственности, нет. Здесь я этого не вижу. Нарушение лицензионных требований – это очень жестко отгорожено от других институтов. Институт административно-деликтной ответственности административного процесса не будет здесь смешивания. На настоящий момент мы можем видеть лишение права заниматься определенной деятельностью, но это уголовно-правовая специфика, кстати, очень редкая. Ну, а, как мне кажется, что введение лицензирования физических лиц, как я подчеркиваю, это лицензирование деятельности, а не лицензирование условий для соблюдения там обязательных лицензионных требований, создаст, по сути дела, новую систему. Ну, переходный период будет привязан, конечно, к аккредитации. Я думаю, что очень много оттуда будет. Итак, коллеги, два юриста, два мнения. Нормально. Бывает и так. Два юриста, три мнения. Известная поговорка, она банальна, но я не мог ее не привести. Моя позиция. И вот я, Дмитрий, с вами не согласен, а становлюсь на позиции Игоря. С учетом тех стратегических задач, которые прозвучали в указе президента по снижению смертности, а вот онкопатологии, увеличению продолжительности жизни, мне кажется, у Минздрава России просто нет времени на изменение стержня правоотношений в здравоохранении. Пропагандируемая Вероникой Скворцовой трехуровная система здравоохранения на продолжить. Не исключаю, что, может быть, в рамках каких-то пилотных проектов будет брошен плеч АУ регионных, кто хочет заняться вопросами превращения врача в субъекта гражданско-правых отношений. И мне представляется, что в ответ будет мертвая тишина, потому что органам управления здравоохранения заниматься этим просто некогда. Онкология, снижение смертности и так далее. Эти задачи, которые стоят, их нужно выполнять. Но это наше экспертное мнение. Как будут развиваться события, покажет время. Но мысли главы Комитета Государственной Думы об охране здоровья господина Морозова мне представляются интересными. И, скорее всего, при отслеживании публикации на эту тему что-то новое мы будем получать. Ну а для нас будет пища для размышлений, для юристов. Тем более, вот уже в рамках нашего обсуждения стали возникать трения между взглядами на гражданско-правовую ответственность, на административно-правовую ответственность, юристы. Мы такие. Всего доброго. Спасибо за то, что нашли время для обсуждения актуальных вопросов. До свидания. Всего доброго, уважаемые слушатели. Всего доброго, дорогие коллеги. Всего доброго. Футбольных побед. Ну и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова